Ильяс приехал в Россию из Алжира четыре месяца назад. За это время он успел овладеть русским языком и найти друзей. Сегодня Ильяс – ведущий праздника. Африка – это большой континент, и на нём живут очень непохожие люди. У нас разные религии, разные языки и разные традиции. А это парень из Камеруна с именем Иван. Так его назвал отец в надежде, что сын будет учиться в России. И вот Иван в нашей стране семь месяцев изучает программирование и хочет здесь остаться. Самое сложное – был язык. Потому что я никогда не увидел и не слышал такой язык. Когда я приехал здесь, это было очень-очень-очень сложно. Но сейчас всё нормально. Студенты сами готовят творческие номера, в которых демонстрируют особенности национальной культуры своей страны. Так, например, звучит настоящая арабская флейта. Адаптироваться в новой стране студентам помогают педагоги интернационального студенческого клуба «Глобус», который действует порядка 20 лет на факультете международного образования технического университета. Ребята приезжают сюда, и им нужно помочь самоорганизовываться. Во-вторых, это, опять же, общение на русском языке. Вся задумка не только в том, чтобы они показали свою культуру, но и в том, чтобы во время подготовки, они же разноязыки, чтобы они общались на русском языке. Это для них уже язык-посредник. Это возможность от занятий теоретических выйти в практическую речь. Это очень-очень сложно на самом деле. Гости праздника на время концерта смогли совершить пусть и небольшое, но путешествие. Культура Африки также разнообразна, как и сам континент. Но есть то, что объединяет всех. Это любовь к семье и своей стране. Такие встречи для студентов очень важны. Они позволяют каждому вовлечься в творческий процесс и показать всю свою национальную культуру зрителям. А еще это создает дружескую атмосферу в университете. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей.